Даже банки стали увеличивать инвестиции в технологию блокчейн или, по крайней мере, интересоваться ею. И это несмотря на то, что в Сбербанке Российской Федерации предсказали исчезновение банков из-за блокчейна. К 2026 году банки исчезнут из-за развития технологии блокчейн. Речь идет о блочной цепи распределенной базы данных, примечания редакции. Об этом заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, передает агентство Рамбре. Через 10 лет боюсь, что банков не будет и мне некуда будет идти на работу. Сейчас активно развиваются платформы пир-то-пир кредитования, выдачи займов без посредника в лице банка или иной кредитной организации, примечания редакции. Развиваются технологии платежей, основанные на технологии блокчейн. Приводит агентство его слова. И самым ужасным, как для России, так и для движения глобальной волны, является то, что речь идет о технологии 5G, А также о том, что ее активно используют сейчас такой элитарный и достаточно пока закрытый клуб, в состав которого входят англосаксы, то есть американцы-аналичане, Германия, Гонконг, Сингапур, Австралия и, внимание, Украина. И как тут не вспомнить о том, что радикальный национализм породил в частности в Германии неплохие технологии. И именно в фашистской Германии, причем именно в сотрудничестве с Западом. Неужели мы и сейчас придем к тому, что на неонацистской Украине будут взращены новейшие финансовые технологии, совместно с тем же Западом, а мы потом будем их догонять. По крайней мере, Национальный банк Украины уже всерьез всем этим занимается, делая ставку не только на совершенствование банковской системы и фондового рынка, но и на украинские IT-компании, имея в виду, что это дополнительные инвестиции в отрасли, дополнительная ликвидность для мелкого и среднего бизнеса. Это же полностью открытый весь мир для торговли. Это вообще-то много и много плюсов. А у нас в России при этом то с биткоинами борются, то как у нас на глобальной волне вообще с денежным обращением. Сырк просто. Чем же эта технология привлекательна для банков? Даже для таких гигантов, как Deutsche Bank, City Bank, ряд других швейцарских и европейских банков. Во-первых, есть отчет одного из банков. Они подсчитали, что только в своем одном банке они могут экономить до 20 миллиардов долларов. Чем больше сеть, тем безопаснее и дешевле она для всех. Вот в этом и есть колоссальная привлекательность. Особых же вложений в эту технологию не нужно. Все понятно, все прозрачно. Взламывать то нечего, так как все децентрализовано. Одним словом, как это не парадоксально. Все так, как в МММ. Но уже легально и без наезда властей. Вот децентрализацией же подразумевается вот что. Если идет речь, например, о классическом банке, то у него есть некий сервер. Теперь представим, что этот огромный сервер делится на маленькие частички. Каждая из которых обрабатывает одни и те же транзакции. И все эти частички размещены по всему миру. В наших компьютерах, телефонах и так далее. При этом информация, которая обрабатывается этими частичками, зашифрована. Изломать ее на данный момент просто невозможно. Однозначно уже можно сказать, грубо говоря, пока в России и у нас же на глобальной волне телятся на этот счет. Мороча головы тем же проектом Венера, экскурсами в нашу древнюю историю, забывая о замечательных достижениях в области экономики, кстати, и в советские времена. За пределами нашей страны происходят уже очень интересные процессы в этом направлении. Уже можно наблюдать огромный интерес ко всему этому и со стороны той же Нью-Йоркской фондовой биржи. Уже пошли инвестиции как в стартапы, так и непосредственно в технологию блокчейн. Тем же фондовым биржам это интересно еще и потому, что технология блокчейн позволяет децентрализировать еще и депозитарий. Нам всем же достаточно доступа к информации с логинами, паролем. К примеру, когда открывают банковские ячейки, нужны же всего лишь два ключа. Вот и можно говорить, что один ключ уже будет у нас, другой у партнера. То есть без нашего ключа сейф открыть невозможно. Тем более, что этот сейф в облаке. В облаке, которое никому не подвластно. К тому же протокол Биткоин 2.0 уже позволяет создавать и векселя, и выдавать те же кредиты. Но слава Богу, наши друзья и партнеры, естественно в кавычках, даже с новейшими технологиями дальше вот этой практики не идут. Практики, которые максимум, что может организовать, это ограниченную элитарную внедренческую деятельность. Мол, у вас есть гениальная идея, и у вас есть только лишь один вариант. Искать инвестора, пусть даже и путем протокола Биткоина 2.0. Речь идет о том, что вам предоставляется возможность представить идею всему миру. И если эта идея миру нравится, идут покупки акций вашей компании. А эти акции, это как раз и есть монетки Биткоина 2.0, на которые можно обменять реальные деньги. И это при том, что еще в середине 90-х годов у нас было разработано и введено действие законодательства, предусматривающие использовать так называемые долговые рубли, по которому могла осуществляться массовая внедренческая деятельность за счет вовлечения в нее абсолютно всех авторов ноу-хау. Причем без какого-то там процесса майнинга или еще подобной, грубо говоря, лабуды. Речь идет о деятельности за долговые обязательства, за долговые обязательства тех же авторов ноу-хау, которые, естественно, выдаются не просто так, а на основании вполне определенных идей. Имея в виду, что при такой деятельности, даже если бы 90% этой деятельности было бы пустой породой, то оставшиеся проценты позволили бы возместить все расходы на эту якобы бесполезную деятельность. И именно за счет того, что не были бы утрачены такие уникальные творческие достижения, какими, например, отличалась деятельность Николы Теслы и так далее. Одним словом, итоги массовой внедренческой деятельности надо подводить по итогам этой деятельности, когда расцвели все цветы. Тогда и становится ясным, почему надо было позволять расцветать именно всем цветам.